В Казахстане ограничат скорость для любителей самокатов. Остановить их предлагают на отметке 25 км в час. В начало года с участием этого вида транспорта произошло уже 40 ДТП. Одно со смертельным исходом. В МВД и Институте метрологии намерены принять новые правила к осени. Ну а пока любители самокатов продолжают досаждать и пешеходам, и автомобилистам. Наши корреспонденты выясняли, до чего докатились самокатчики самых крупных городов страны. Столичные жители с электросамокатами пока больше на «вы» пользуются нечасто, но при этом попытки добраться на нем до работы или прокатиться по парку и центральным улицам не оставляют. Тем не менее, ограничение скорости, о котором сегодня вновь заговорили, коснется всех. Эксперты вместе с представителями госорганов предлагают остановиться на 25 км в час. Новые правила особо не расстроят столичных пользователей. Отмечу, что их не так много и пешеходам они неудобств практически не доставляют. Прокатчики насчитали в день всего 2000 поездок. В основном на небольшие расстояния по 10-15 минут. Но главная проблема – это культура пользования, где технику только не находят. И во дворе частных домов, и на стройобъектах умудряются даже сдавать в пункты приема металлолома. Но больше всего владельцев расстраивает то, что люди встают на самокаты парами. Пополам ломается самокат. Абсолютно на две части ломается самокат. Так как ездят двое на данном самокате, получается, это категорически запрещено. И такой нагрузки самокат не выдерживает. В проект национального стандарта об эксплуатации электросамоката внесут и этот момент. То есть ездить на одном устройстве разрешат только в полном одиночестве. Даже несмотря на то, что по классификации самокат отнесли к велосипеду. Это значит, что проезд на самокате допустим по тротуару, если нет рядом велодорожки. А вот на автодороге придется максимально прижиматься к правой стороне. Обязательно должна быть светоотражащая маркировка, маркировка самого самоката. Далее должны быть фары. Такие моменты, что оно должно обязательно, если едет самокат, его должны другие люди видеть. А также сигналы, когда, например, даже по пешеходу, когда едет, не по пешеходу, а по тротуару едет электросамокат, он должен посигналить заранее, предупредить людей, которые идут впереди его, и проехать безопасно для него и для окружающей среды. Но наказывать за нарушение стандарта в случае его принятия никого не будут. Штрафы пока не предусмотрены. Однако впредь ввозить будут электросамокаты уже с настройками по максимально разрешенной скорости. Документ с утвержденными правилами эксплуатации обещают одобрить до конца года, самое ближайшее в сентябре. Урбанисты считают, что число пользователей самокатов неизбежно будет расти. А принятие национального стандарта приведет к тому, что власти быстрее задумаются об инфраструктуре для экологически чистого транспорта. Пока активно использовать самокат нам мешает погода. Лето в столице совсем короткое. В этом плане больше повезло алматинцам. Поэтому там и самое большое количество любителей самокатов, так же, как и противников этого вида транспорта. И это неудивительно, ведь именно в Алматы два года назад впервые в стране запустили прокат самокатов. Сейчас такую услугу предоставляют как минимум три крупные компании. Так что город по праву можно назвать лидером по использованию этого вида транспорта. Взять в аренду устройство не составляет труда. Но для этого не нужно иметь водительское удостоверение или специальную экипировку. И, к слову, нет практически никаких ограничений. Оранжевые, желтые, синие самокаты сейчас на каждом перекрестке Алматы. Для большинства горожан это теперь самый удобный и быстрый вид транспорта. Например, чтобы добраться из дома до работы и обратно. Колесить на нем можно не только по специальным дорожкам, которых в городе пока не так много, но и тротуарам и даже по проезжей части. Официальных запретов на этот счет нет. Но не все горожане в восторге от такого обилия самокатов. Ну, я считаю то, что самокаты это вообще не очень, потому что бывает на том же вот Арбате, вот мы сейчас стоим, люди бывают проезжают и чуть ли не избивают людей. Могут сбить ребенка. Ребенок не понимает, допустим, даже если они сигналят, что вовремя нужно уйти. И я считаю, что нужны какие-то права, чтобы ими пользоваться. Не просто так, чтобы человек захотел и поехал на нем. Нарушают и люди, и самокатчики, но в целом просто очень частую проблему замечаю, что еду по велодорожке и люди идут, хотя видят, что там вот черным по белому написано, что это велодорожка. У модного и мобильного устройства есть и те, кто рьяно поддерживает их появление, расширение и развитие. Ну и они просят власти выработать конкретные правила для самокатчиков и, возможно, даже ужесточить их. Поскольку в последнее время владельцы двухколесной электротехники в Алматы нередко становятся виновниками серьезных аварий. С начала года таких происшествий произошло 13. В них пострадали 15 человек. Эксперты подсчитали примерное количество тех, кто сейчас пользуется самокатом. В Алматы их уже больше 200 тысяч человек. Специалисты уверены, если хаотичную езду самоката в стране все-таки начнут контролировать, то, возможно, удастся снизить и аварийность. Репортеры КТК рассказали, какие меры принимают власти, чтобы езда на самокатах была безопасной и для самокатчиков, и для пешеходов. Репортеры КТК